Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на очередную распаковку наушников. Наушников на моем канале было распаковано немного, были распакованы бипсы за 3 бакса, были распакованы вот эти наушники, скорее всего, вы их помните, полароиды, которые я заказывал с Амазона, из Америки, Бек заказывал в двух вариантах, в зеленом и вот в белом. И с этими наушниками, собственно, будем сравнивать сегодняшнего героя. А зовется наш сегодняшний герой, Супер Люкс HD 581. Все у нас Супер, все у нас Люкс, и у нас все HD, и все 581. Ладно, на коробке также написано, что у нас используется уникальный какой-то, значит, структурный дизайн, все дела, ну сейчас посмотрим, и используется премиум класса материалы, которые ударостойкие и тому подобное. Ладно, давайте заглянем в коробку, посмотрим, как они, значит, выглядят, что из себя представляют, а потом мы обязательно их послушаем, и послушаем мы их, вы знаете, некоторые подписчики пишут, что хорошо было, когда я петличкой, значит, слушал наушники, кто-то говорит, что хорошо было, когда БМ-800. Давайте, знаете, сделаем так. Я послушаю, вернее, проверю эти наушники и на петличке, и на БМ-800, чтобы, как говорится, были довольны все, и выбирайте, нравятся вам эти наушники или нет. Давайте смотреть в коробку, короче. Вот такая вот комплектация. У нас имеется шнур, которым будем втыкать в наши наушники, сами наушники, и вот такой вот чехольчик, на котором написан, значит, бренд SuperLux. И вот такая вот даже бирочка имеется. Ладно, давайте их посмотрим более детально, поближе, и убираем коробку нафиг со стола. Еще по поводу дизайна. Дизайн довольно интересный, и сразу бросилась в глаза вот эта рама. Рама довольно жесткая, и напоминает она, знаете, позвоночник, или хвост, хвост вот этого чужого, который на морду прыгал. Помните, такая штука ползучая, она прыгает, тут у нее хвост вот примерно вот такой. Довольно интересно сделано, и он составной, то есть вот из таких вот, каждая часть состоит, ну, она как бы друг в друга втыкается. Знаете, напоминает, как Gorilla Tripod, смотрите, какая штука. И у нас все это делают на таких шарнирах, довольно все гибко и удобно. Далее, что по самим ушам. На каждом из ухи нарисовано, что это SuperLux HD 581, на внутренней части написано, что это правый, это левый, имеется вот такая вставочка силиконовая, из софт-тача, да, похоже, такой бархатистый. И имеется еще здесь заглушки, заглушки, я думал одна. Так, здесь находится гнездо, а здесь что? И здесь гнездо! А нафига две? Две? Если вы заморачиваетесь, то есть если вам хорошо, что, допустим, шнур идет слева, ну, вы втыкаете в левое ухо. Если справа, то, как говорится, справа и логично. Да, скорее всего, это подразумевается использование данной такой вот фишки с рюкзаком. Допустим, если ваш плеер находится в правом кармане рюкзака, и чтобы шнур не тянуть, вот фиг знает как, то вы спокойно спускаете шнур сюда, и все, здесь. Если у вас плеер здесь, то из левого уха. Логично, в принципе, удобно. Если вы знаете, для чего еще можно использовать вот эти вот два именно джека, напишите в комментариях. Ну, пока только логически, я только додумался до этого. Ладно, давайте подключим наши наушнички, послушаем их. Я сразу достал сюда наушники, с которыми будем сравнивать сегодняшнего героя, и давайте, значит, подключим к смартфону. Вот, кстати, минус этого джека сразу же. Сразу же минус, объясню почему. Смотрите, вот в этих наушниках джек продумал в каком плане. Смотрите. Все. И наушники можно использовать даже в чехле, если у вас находится вот в таком чехле iPhone, спокойно вы можете использовать. То есть он такой же тоненький, как и оригинальный джек у... Ну, конечно, не оригинальный, но по размерам точно такой же, как оригинальный джек у оригинальных наушников iPhone. Эта же штука сюда не влезет. То есть, смотрите, вот все, то есть не пролазит. Приходится снимать чехол, и тогда вы можете только в этом случае послушать наши наушники, музыку через наши наушники. Давайте, короче, слушать музон. Орут сильно. Ну что, давайте заценим. Во! Чума! Бас, такое ощущение, бас вот просто, как будто саббукер на ушах. Секунду, секунду, просто сразу же на первых ощущениях попробуем, послушаем на этих ушах. Не-не-не-не-не. Разница прям офигенная. Просто офигенная разница. Ну-ка, еще раз. Ну. Здесь бас прям ощущается, знаете, как сабвуфер. Вот просто такой, уууу. Сейчас, короче, я ставлю сюда БМ-800, ну как, китайский БМ-800. Мы послушаем на нем. И так как подписчики хотели послушать и на нем, и через петличку, мы все это проделаем. Слушаем эти, эти. Сравниваем, в общем. Давайте подключать наш БМ-800. И так, наш микрофончик подключен к камере, и сейчас мы будем одевать наши наушники на данный микрофон. И мне некоторые подписчики писали отчеты только, значит, на электронной музыке слушаешь, проверяешь эти наушники, вот эти вот самые. Может, значит, они все так будут звучать на такой музыке? Нет, давайте проверим это и на рок-музыке. Но для начала давайте слушать тот самый трек, на котором я всегда проверяю. Кейпот Инфектед Машрум. Поехали! А теперь слушаем полароиды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь мы с вами послушаем что-нибудь тяжеленькое. В этих наушниках. Вернее, не мы. Микрофон послушает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое, но только на полароидах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, разницу между этими наушниками данный микрофон уловил, но для пущей важности мы еще это дело проверим на петличке. Ну, а теперь в бой идет наша петличка. И на этой же песне первыми мы будем проверять вот эти вот наушнички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь сегодняшний наш герой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь уже как повелось проверяем на Infected Mushroom. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вы поняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, по звучанию эти наушники сейчас чемпионы среди наушников, которые были у меня на канале. Да, были у меня битцы за 3 бакса, но имеется в виду, тут цена 3 бакса, и они для своей цены прям хорошо звучат. Но по качеству звучания вот эти уши однозначно номер один. И я считаю, что данные уши своих денег стоят. Возможно, кому-то вот такой дизайн не зайдет, а возможно, кому-то зайдет. Но для меня качество звучания, вот соотношение цена-качество просто вот ТОП. Эти уши стоят своих денег однозначно, а что думаете вы по поводу данных ушей, после того услышанного сравнения, значит, с полароидами, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы скажете ваше мнение по поводу данных ушек. Ну как-то так. Пока! Эх, переседа себе какие уши! Нравится? Урбушу! Необычный. Урбушу, бля. Уху. Нравится? Уху. Ну ты же всё равно не отдашь. Ну нравится конечно! Чё, дашь? Ты не такой... Я так и знал, что тебе дашь. И дашь их послушать, а? Дашь? Дам. Чё, включать? Да-да-да-да. Хорошо играет! Слушай, хорошая играет! Нравится? Очень играется! Очень бося отдашь? Чё пофигеть всё забрать! Ну а теперь надо чёрный! Белый? А какие? Зател, что ли? А зачем мне одинаковый? Ну надо тебе ротеки, так их нету! Чё ты задничьи сдам эти? Ты задничьи, всё равно я тебе эти заберу! Замёк! Чё ты думаешь, что не залезу? Хорошо. Тогда знаешь чё? Это рэкет! Да, сюда давай, дадим малышники! Малышники и лезут, быстро! Да-да-да! Всё, понял? Теперь это на видео выщики, понял?